Дорогие друзья, сегодня нам предстоит путешествие через миллиарды лет. Мы вспомним, как зарождалась жизнь на нашей планете. Мы увидим результаты первых экспериментов эволюции, встретим пугающих, забавных и удивительных животных. Ну что же, вперёд, в прошлое! Представьте первобытную планету. Над древней сушей клубится оранжевый туман, состоящий из водорода, аммиака, сероводорода и других ядовитых и дурно пахнущих газов. В небе сверкают молнии, а внизу, в первобытном океане, всё бурлит, перемешивается и зарождаются первые кирпичики жизни. По крайней мере, такую картину рисуют учебники биологии. Но сейчас учёные считают, что всё происходило несколько иначе. Ключ к разгадке тайны происхождения жизни учёные смогли найти в 1977 году, когда батискав Элвин опустился на самое дно мирового океана. Ну что же, приготовиться к погружению! Посреди бескрайнего дна мирового океана учёные обнаружили загадочные чёрные столбики. Из них клубами вырывался чёрный дым. Это подводные гидротермы. Они похожи на всем нам знакомые гейзеры, но вместе с водой здесь вырываются самые разные химические соединения. Это так называемые курильщики. Выделяют чёрные курильщики, белые курильщики, а также очень странные постройки, похожие на таинственный затерянный город. Их так и прозвали Lost City. Вокруг этих курильщиков возникли настоящие оазисы жизни. Здесь мы видим самых разных животных, не похожих ни на каких из известных нам. И причём, в основе пищевых цепей здесь лежат вовсе не растения, а бактерии. Свет на такую глубину не проникает, а бактерии могут обходиться без света. Они питаются растворёнными в воде веществами. Возможно, что именно так выглядела колыбель жизни. А в маленьких полостях внутри этих построек зарождались самые первые бактерии. Таким образом, вполне возможно, что жизнь зародилась не в первичном бульоне, а в затерянном городе. Или в первичной пицце. Согласно ещё одной теории, жизнь появилась между тонкими прослоями глины, которую и прозвали первичной пиццей. Но на этом нам пора покинуть царство бактерий и перенестись на целых 3,5 миллиарда лет вперёд. Мы приоткроем ещё одно окошко в прошлое и попадём в царство блинов. Вот мы с вами и оказались в Венском периоде. Примерно 570 миллионов лет назад. А вот и наши блины. И какие-то странные перья. Ой, какие они мягкие. Знаете, они ведь и вправду были мягкотелые. У них не было ни ракушки, ни панциря. Да, впрочем, и защищаться-то им было особо не от кого. Хищники ещё не появились. Но то, что они были мягкотелыми, вызывало большую головную боль для учёных. По этой причине долгое время от них ничего не могли найти. А потом стали обнаруживать отпечатки каких-то странных дисков, животных, похожих на многоножек, а также кого-то напоминающего перья. Так кто же это такие? На первый взгляд, они напоминают каких-то знакомых нам животных. Но если мы их посмотрим более детально, то мы не обнаружим ни глаз, ни конечностей. У них нет даже рта. Так кто же это может быть? Может, это какие-то растения или же одноклеточные переростки? А вполне возможно, что это что-то среднее между грибами и животными. Ведь вы же знаете, что у нас с грибами очень много общего. И, несомненно, у нас был общий предок. Вполне возможно, что именно так выглядел наш дядюшка-гриб. Помимо одиночных животных, были ещё и колониальные. У меня в руках неприметный серый камень. На нём небольшие бугорки. На самом деле, это следы одних из самых древних созданий. Каждый такой бугорок представлял из себя чашечку. И в этой чашечке сидело животное с щупальцами. Подобное создание походило на современный коралл. Его прозвали Нимиана. Другая колония, которую назвали Намакалатус, больше всего была похожа на настольную лампу оригинального дизайнера. Внутри этих лампочек тоже сидели животные с щупальцами. Родственники современных милых мшанок. Но примерно 540 миллионов лет назад мир кардинально изменится. Произойдёт Кембрийский взрыв. Только не надо думать, что опять какой-нибудь огромный камень упал на нашу планету. Нет. Имеется в виду взрыв разнообразия. Появились самые разные создания, которых мы сейчас с вами и увидим. Ну вот, мы с вами очутились в Кембрийском периоде. Эти животные совсем не похожи на тех, что мы видели до этого. Так что же случилось с первобытными блинами? Возможно, во всём виновата аграрная революция. Появились организмы, которые стали перекапывать ил. И из-за этого гибли бактерии. Основной корм для древнейших организмов. А возможно, виной тому гонка вооружений. Появились первые хищники. Появились организмы, защищённые панцирем. А венские организмы приспособиться не смогли. Жаль блины. Но зато появились самые разные животные. И многих из них мы уже можем узнать. Мы видим здесь медуз. Мы видим здесь древних моллюсков. Видим древнейших иглокожих, червей. Впрочем, некоторые животные не похожи ни на кого из тех, кого мы знаем. Они будоражат воображение. Представьте себе губку кактус. Или страшное чудовище, которое мы могли видеть только в фильме Дюна. Или аплодирующего червя. Да возьмите хотя бы галлюцидению. Вы только посмотрите. Это животное вообще ни на кого не похоже. Учёные долгое время гадали, где у неё шипы, а где ноги. Когда они определились, они стали думать, где же у неё могла быть голова. Или же биваксия. Это братец улитки, весь покрытый чешуёй и шипами, как у дикообраза. Или, скажем, пекайя. Это, кстати, наш древний родственник. Но он скорее похож на червя, чем на человека. А пабинья, животное с пятью глазами и сортом на конце хоботка. Но самым страшным хищником этого времени, безусловно, был аномалокарис, с которым мы сейчас и познакомимся. Вы только посмотрите. Это же настоящее чудовище. Причём перед нами только детёныш. А взрослый, как говорят, мог достигать длины до двух метров. Тело, как у лангуста, дискообразный рот, два щупальца, как у кальмара и огромные всевидящие глаза. Это был один из самых грозных хищников своего времени. Когда он выплывал, все быстрее прятались, а в лу копошатся. Впрочем, об этом мы вам расскажем в другой раз. На сегодня наша история заканчивается. До скорых встреч, господа. И не забывайте подписываться.